История 13 предприятий города в фотографиях и предметах. Выставка трудовой будни на Янмаре открылась в Нинницком краеведческом музее. Среди главных героев фотоснимков – городообразующие предприятия столицы региона. Морской торговый порт, авиаотряд, маслозавод, окружной узел связи, мясокомбинат, хлебозавод, лесозавод и рыбокомбинат. Одни из них пережили реорганизацию, некоторые стали историей Красного города. Очень быстро, почти 40 лет. Приехала в 16 лет и закончила в 53. На одной из фотографий молодой и красивой Галине Михеевой примерно 20 лет. Девка – кровь с молоком. Так говорили про нее знакомые. И молоко здесь не афоризм, а результат трудовой деятельности. Более 30 лет Галина Серафимовна проработала на Наринмарском маслозаводе. Сейчас это предприятие ВИТО. После Вильского училища лаборанткой, а потом я закончила московский студент и уже работала. Потом уже я заочно, когда закончила, я уже работала начальником производства. Закончила я начальником производства. А приехала, да, приехала, работала лаборантом. Работа была интересная, нравилась очень. И сегодня мы как-то окунулись в такую атмосферу, окунулась, что мы все тут вместе, вот все эти предприятия. Мы же все вместе работали, все такое знакомое, родное. Вообще даже эмоции переполняют, переполняют, конечно. Для экс-начальницы молочного производства предметы маслозавода и оборудования на выставке больше, чем просто экспонаты. Это вот сепаратор. Это, как говорится, основная единица нашего производства. Везде. У нас было по округу более 20 пунктов, более 20 пунктов. Ну, в городе они, конечно, по объемам больше стояли. Вот здесь выходят сливки, как более легкие, а здесь выходит обезжиренное молоко. Из сливочек делали сметану, масло, обезжиренное молоко варили творог. На временной экспозиции «Трудовые будни» на Ринмара, кроме пищевой промышленности, есть еще три блока. Это транспортные предприятия, предприятия социальной инфраструктуры и исчезнувшие промышленные предприятия города. Одно из них – Печорский рыбокомбинат. Вкус рыбных и мясных деликатесов до сих пор вспоминают ветераны города. А Ленина – это уже, знаете, неподражаемое было мясо. Это было мясо, только, знаете, в желе, с жиром, там, ну, вообще, адидас. Сейчас Ленина выпускают, но она уже не та. Не-не-не. Не та она уже не та. Понимаете, вот прямо вот открываешь банку, и мясо такими, прямо этими волокнами было. Мясо, волокна. Самое натуральное мясо. Сейчас таких консервов нету, подделка идет сплошная какая-то. Ностальгия есть большая очень по поводу того, что пропал этот комбинат у нас. Пропал, понимаете, пропал. Жалко очень. С ностальгией жители города вспоминают и о Печорском лесозаводе – предприятие, которое просуществовало сто лет. Целые династии трудились на этом многопрофильном предприятии. А мы обращаем внимание на то, что в условиях дефицита мебели до 1970-х годов наш лесозавод производил ее для жителей города Налинмара и окрестных населенных пунктов. В память о трудовых достижениях лесозаводчан, городская администрация и жители округа планируют установить памятник. Хотя памятник, по словам самих жителей, достойно каждое предприятие, представленное на выставке. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».